Доброе утро, сестры и братья! Очень рад вас видеть. Спасибо, Виктор Петрович, за приглашение участвовать в богослужении. Для меня это большая радость в субботний день с раннего утра открывать Священное Писание вместе с моими сестрами и братьями, которые любят Господа, которые ожидают второго пришествия нашего Спасителя Иисуса на землю нашу. Совсем недавно вместе с моей супругой Лидией Сергеевной я посетил своих родителей, родителей Лидии Сергеевны, которые проживают в городе Винница. Мы подошли к дому, где прошло детство моей супруги, и увидели высокое, красивое, но уже немножко старое дерево, черешня. Когда мы поженились, это было ровно 30 лет назад. Дерево было молоденькое, вот примерно около метра, наверное, не выше забора. И мы смотрели на это дерево, уезжая с Украины в Россию, как миссионеры, с надеждой, что когда-нибудь оно вырастет и принесет плоды. А теперь, когда мы подошли к нему, мы увидели высокое дерево, большущая крона, вся покрыта желто-оранжево-бордовыми листьями. Такая красота! И вдруг подул ветер, и эти листья посыпались, и засыпали весь двое толщиной 10-15 сантиметров. Буквально в течение получаса, пока мы чемоданы внесли в дом и вышли, чтобы полюбоваться красотой осени, мы увидели, почти все листья опали и покрыли двор. И такая ностальгия, такое приятное воспоминание. Потому что именно в октябре, ровно 30 лет назад, во дворе стояла большая палатка, 500 человек пришло на нашу свадьбу. Такая радость, столько музыки, столько гостей, соседей. Рядом находится воинская часть, и когда пирс закончился, пищи осталось очень много, и пригласили солдат. Эти солдаты сели за столы и празднали вместе с нами нашу свадьбу. Когда мы вошли в дом, на стенке, в рамке, мы увидели фотографию, наша свадебная фотография, такие молодые, и не верится, красивая черно-белая фотография. А потом еще одна фотография в рамке. Мы вместе уже 20 лет, кажется, чуть-чуть изменились. Когда я посмотрел на эти фотографии, я повернулся спиной к этому прошлому, к этим фотографиям, и увидел на диване мою супругу, которой исполнилось совсем недавно 50 лет, и мать ее, которой исполнилось 81 год. И я подумал, как быстро пролетает время, и каждый возраст по-своему прекрасный. Молодость сменяется зрелостью, появляются дети, зрелость сменяется плодовитой такой, плодотворной, счастливой старостью. Дедушка сидел рядом с бабушкой, и он сказал, я так люблю свою бабушку. Конечно, она очень много вопросов задает, и очень много ожидает от меня. Я уже устал, больше не могу, но я все равно ее люблю такой, какая она есть. 81 год моей тещи. Тестью тоже 81 год будет в марте месяце. Как мы любим нашу церковь, ни одного богослужения не пропускает. Как мы любим хор, молодежь, и как мы любим нашего Господа. Конечно, и детей, и внуков наших, которым подарил наш Господь. И я подумал, жизнь человека, приходящего в этот мир, это постоянное движение от одного возраста к другому. А что же дальше? Сегодня утром я хочу читать вместе с вами апостола Павла к филиппийцам. Глава 3, стих 12 и 13. Но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед. Простеряюсь вперед. Или, как сказано в оригинале на греческом, нахожусь в постоянном движении. И церковь наша, церковь адвентистов седьмого дня, это Богом вызванные движения, которые простираются вперед от одного проекта к другому проекту, от одной цели к другой цели, от одного успеха к другому успеху, от одного переживания и испытания к другим трудностям и переживаниям. Но всегда с надеждой, что Господь с нами. Апостол Павел говорит, я стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Иисус Христос. Подумайте, какая высокая цель. Подобно тому, как Иисус достиг меня. Подобно тому, как Он любит меня, я хочу любить. Подобно тому, как Он прощает меня, я хочу научиться прощать. Подобно тому, как Он заботится обо мне и служит мне во святом святых. Я хочу служить ближним моим и заботиться о моей семье. И служить теми дарами, которые Бог дал мне, моей церкви, моим братьям и сестрам. Не достигну ли я, как достиг меня Христос. Какая высокая цель. Это идеал. Это высшая задача для каждого из нас. Он пришел с неба на землю и достиг нас. И мы теперь стремимся, чтобы достичь того, чего достиг Иисус Христос. Он наш пример. Он наш образец. Апостол Павел говорит, я нахожусь в постоянном движении. Сегодня утром я хочу на примере, который записан в 4 книге Царств, рассмотреть это постоянное движение. Движение с земли на небеса. Это великое восхождение, которым проходит каждый человек, приходящий в этот мир. Это движение или восхождение проиллюстрировано примером, дружбой, взаимоотношением великого пророка Ильи и его друга Елисея, с которым он вместе путешествует. Мы находим их путешествующими в 4 книге Царств в главе 2. С первого текста сказано, в то время, как Господь восхотел вознести Илью в вихре на небо. У Бога есть хороший, самый лучший план для каждого из нас. В конце концов, вознести нас на небеса. И когда мы придем в такие взаимоотношения с Богом, как Енох, который ходил с Богом. Мне очень понравилось, как кто-то сказал совсем недавно, что они так далеко зашли, что возвращаться Еноху было уже бессмысленно. И Бог сказал, зачем тебе домой возвращаться? Ты ходил со мной всю жизнь, пойдем со мной на небеса. Бог восхотел вознести пророка Илью на небеса. Илья путешествовал вместе с ним. И в первом тексте сказано, что они пришли в Галгал. Вчера я открыл каждый день с Иисусом десятитомник, в которых Вестница Господня очень красиво описывает дружбу Елисея и Ильи, их труд, их служение. И там есть очень интересный пример о том, как Елисей всегда рядом и почему он всегда рядом находился с Ильей. Вы знаете, что во времена Ахава и Изавели пророческие школы, которые были учреждены пророком Самуилом, пришли, что называется, в запустение. Было очень много проблем в этих школах пророческих, в церкви, и церковь нуждалась в великом духовном пробуждении. Илья начал это великое духовное возрождение в пророческих школах, в церкви, где он служил. Он молился, и Бог послал на его молитву дочь, в которой нуждалась земля. И теперь обильно орошенная земля дождем приносила плоды. И когда Илья вместе с Елисеем путешествовали, они видели, как земля плодоносит, и они радовались и благодарили за это Господа. Елена Уайт говорит, что они решили посетить пророческие школы, чтобы вдохновить их, чтобы молиться вместе с ними, чтобы преподавать им Слово Божие, чтобы сказать, что школы существуют для проповеди Евангелия, для того, чтобы ученики этой школы отражали характер Господа. И Он скоро придет, и не только Илья будет вознесен, но и все последовавшие за Господом будут с Ним на небесах. Но пока это Бог сотворит, пока Господь хочет, чтобы мы оставались на этой земле и несли свет Евангелия. И вот они пришли в Галгал. Там была пророческая школа. Слово Галгал или город Галгал в переводе означает «Бог снял полоншение», «Бог снял позор». Вы помните, когда Израиль путешествует через пустыню вместо 40 дней, 40 лет, наконец они приходят в Галгал. И в книге Иисуса Навина в главе 5, в 9 тексте сказано, что Господь совершил великое обновление. Там они сказали прежней жизни нет, все старое будет отрезано и оставлено здесь в пустыне, а в новую землю войдут новые, обновленные Духом Святым, дети Божьи. И сказал Господь Иисусу, 5 глава Иисуса Навина, стих 9, «Ныне я, Господь, снял с вас постромлении египетское, и почему называется то место Галгал даже до сегодняшнего дня». Господь снимает постромление египетское, Господь снимает весь позор Египта. Все грехи Египта в прошлом оставлены навсегда, больше никогда. Это рабская человеческая природа, которая постоянно воскресает в каждом обновленном христианине. Эти вредные привычки из нашей молодости унаследованы от наших родителей, эти привязанности греховные, которые лишают нас покоя, мира и радости. Эти мысли, которые постоянно приходят о злом, не о том, что свято, не о том, что любовь Божья, а о том, что грех, все это в Галгале будет оставлено. Галгал означал для Ильи покаяние, примирение с Богом. И он этот опыт передает молодому Елисею. И студенты этой пророческой школы слушают этот опыт Ильи и благодарят Господа за его великую милость. Послушайте Псалом 102, с 8 текста. «Счедр и милостив Господь, долго терпелив и много милостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Это симфония на милость Божью, на благодать Божью. Это то, что мы заслужить с вами не можем нашим религиозным опытом. Как бы мы ни стремились, как бы мы ни старались победить в нас греховную природу без Бога, без Его милости мы не можем этого сделать. Господь достичь, только Он может подарить нам мир, только Он может освободить нас от греха, только Он дает нам прощение, и мы принимаем это как дар. Послушайте, очень простые сравнения автора 122-го псалма, как далеко восток от запада. Когда я об этом думаю, это фактически бесконечно неизмеримое расстояние, потому что между северным и южным полюсом можно измерить расстояние. Есть точка северного полюса и южного. Нет точки востока и запада. Когда вы начинаете путешествовать на восток, вы придете куда? Вы обязательно придете на запад. Это движение по кругу. Так и милость Божья, она неисследима, она непостижима. Об этом говорит Елисей студентом пророческой школы, об этом говорит Илья Елисей. И они благодарят Господа за этот день. Они благодарят Господа за эту историческую точку в жизни народа Божьего. Они говорят о том, что всем находящимся в Галгале надо пережить этот опыт. Это первая ступенька возвышения человека, приближения человека к Богу, в достижении характера Божьего и образа Божьего в нашей христианской жизни. И сказал Илья Елисею, ты можешь остаться в Галгале, ибо Господь посылает меня в Вифиль. Вы знаете, что школа пророков была не только в Галгале. Школа пророков, говорит, дух пророчества и священное писание, была также и в Вифиле. И вот что он говорит, послушай, Елисей, Бог посылает меня в Вифиль. Этот человек был убежден в том, что то, что он делает, это правильно, что воля Божия для него самое главное. Вот куда мне пойти учиться? Где мне найти новую работу, если я потерял старую? С кем мне дружить? В какую церковь мне пойти на богослужение, чтобы как-то вот духовно обновиться, пережить какой-то новый опыт, новую радость спасения, встретить новых интересных людей? В чем воля Божия на каждый день моей жизни? Это вызов для каждого из нас. Господи, что есть воля Божья? И какое чудо, какое благо, когда рядом находится Илья. Елена Уайт говорит, когда Илья сказал Елисею, ибо Господь посылает меня в Вифиль, Елисей как будто услышал голос Бога, который звучал за спиной Ильи. Илья, Божья воля в том, чтобы ты шел в Вифиль. Елисей, послушайте, что он говорит, как я рад, что я знаю волю Божью, потому что Илья, который знает Бога, знает эту волю. Елисей сказал, жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя. И они пошли в Вифиль. Ведь он мог остаться в Голгале, не так ли? Там тоже была пророческая школа. Это очень хороший город. Господь снял позор и поношение. Господь простил. произошло примирение. Останусь я здесь, в своем духовном росте и буду оставаться здесь всегда. Я узнал о том, что Бог меня простил. Я узнал о том, что на Голгофе Иисус Христос примирил меня с Богом. И этого для меня достаточно. Но Слово Божие говорит о том, что жизнь христианина это постоянное движение. И Бог говорит, иди дальше, узнай больше. И вы знаете, что означает Вифиль? Вифиль означает присутствие Бога, близость Господа. Вы помните, Бытие 28 глава, рассказ об Иакове. Плут и обманщик, который украл у своего старшего брата первородство, бежал из дома. Он не мог войти в город, потому что он мог быть схвачен, как странник, как незнакомец, ограблен. И он не рисковал войти в город. И он решил за городом отдохнуть. И вы помните, он прилег на камень. Вот мне так нравится вот этот момент. Почему он спит на камне? Ведь он может спать на мягкой подушке. Потому что мать его любила, и мать всегда самую лучшую постель и самую лучшую пищу. И даже первородство для него приготовила. Вы знаете историю Иакова. Он сильно устал, и он уснул. И когда он уснул, он ночью увидел сон. Вы знаете об этом видении. Лестница и ангелы с неба спускаются на землю. И обратно восходят из земли на небеса. А он во сне, проснувшись, придя в себя, восклицает. Господи, а я не знал, что ты присутствуешь здесь. Вы знаете, что когда Бог дарит нам благословение, и когда все в нашей жизни хорошо, не всегда мы бываем тогда в самых лучших близких отношениях с Богом. И не всегда мы способны увидеть присутствие Бога. Но когда под головой вместо мягкой подушки камень, когда мы через какие-то трудности проходим, тогда мы взываем Господи, помоги. И он увидел то, что он в других обстоятельствах мог никогда не увидеть. Он увидел ангелов. Он узнал о присутствии Бога здесь. Господь сказал, я с тобою. И он порадовался за это. И он поблагодарил Господа за это. И он говорит, это действительно врата неба. Вифиль для Иакова это врата неба. Господь говорит, устроите мне святилище, и я буду среди вас. Если вы для меня устроите место встречи, если вы для меня устроите святилище, я приду к вам. Если вы будете открыты для того, чтобы узнать мою волю. И послушайте, идея Вифиля заключается в очень важном знании и понимании того, что это Божья Церковь, что это Божий народ, что у Него есть самый лучший план о каждом из нас, и что Он нас никогда не оставит. Почему в Евангелии говорит Матфея в последних текстах 28 главы, прощаясь с учениками, Христос говорит, да нам не всякая власть на небе и на земле, и сия с вами во все дни до скончания века. Он говорит, я поручаю вам весть, идите и научите все народы, но вы будете способны нести эту весть, если вы будете знать, что я с вами во все дни до скончания века, что это моя церковь, которую я создал. своей любовью и своей жертвой, что это моя миссия, в продвижении которой я заинтересован. И когда вам будет очень трудно, я приду, чтобы поддержать вас и благословить вас знание того, что есть некто, что есть родители, которые о нас молятся, что есть друзья, которые не предадут в последнюю минуту. Больше того, что есть Бог, который с нами, и это Божья церковь, это не группа людей, которые не принимаются нашим сообществом и критикуются, и отвергаются, как нечто инородное для этой страны, а это Богом вызванные движения Божья церковь. И здесь на кафедре не пастор, и здесь на кафедре не хор, а здесь в служении пастора Господь, и здесь в песнопении хора голос Духа Святого к нам обращается, и Христос здесь вместе с нами. Это является самой сильной мотивацией служить Богу, любить Бога, и продвигаться вперед, двигаться дальше в нашем духовном возрастании. Посмотрите, что дальше происходит. И вышли сыны пророков, говорит Слово Божие, чтобы посмотреть в третьем тексте, что же происходит здесь в Ефиле, каков наш Илья, и каков наш Елисей. И дальше в четвертом сказано, и сказали, церковь как письмо Христова сегодня, и в четвертом тексте сказано, и сказал ему Елия, Елисей, ты можешь остаться здесь, то есть в Ефиле, ибо Господь посылает меня в Ерехон, и сказал он, жив Господь и жива душа Твоя, не оставлю Тебя. Вы знаете, что означает в переводе Ерехон? Это город проклятия. Я вчера так был удивлен, я много раз перечитывал этот библейский сюжет, эту историю, я так много раз читал Дух Пророчества различные книги на эту иллюстрацию, но только вчера я узнал о том, что в Ерехоне, оказывается, тоже была пророческая школа, как и в Галгале, как и в Ефиле, то есть почти в каждом городе была Божья церковь, были Божьи дети, были студенты и ученики, которые изучали Слово Божие. Вы знаете, что Ерехон – это город проклятия, и когда Илья говорит Елисею, пойдем в Ерехон, Елисей мог подумать, подожди, в Галгале не остался, в Ефиле, может быть здесь лучше остаться. Он приглашает меня в Ерехон. Куда? В город проклятия? Где самый низкий уровень нравственности? Вы помните, одна женщина по имени Раав и та блудница, которая откликнется, конечно, и станет героем веры, откликнется на любовь Божью, скажет «нет» прежнему образу жизни и станет, в конце концов, частью святого народа Божьего. А все остальные – грешники, поклоняющиеся Ваалу, отвергнувшие Слово Божие, живущие в себе в радость, поступающие по своим собственным похотям и эгоизму. Куда в Ерехон идти? Там небольшая группа исследователей Слова Божьего. И что, если они там ничего сделать не могут, что я смогу сделать в этом городе для моего Господа? Но Илья говорит Елисею, «Мне сказал Господь». И вы знаете, «Если Господь сказал мне, и если Господь сказал вам, иди туда-то, иди в Ерехон, условно говоря, и ты там встретишь трудности, я пойду». Потому что Бог не допустит искушения сверх сил, говорит Священное Писание, так, чтобы мы не могли перенести. Если Он допускает, Он допускает для того, чтобы осветить нас в этих испытаниях, чтобы помочь нам увидеть свою беспомощность и бессилие и взывать на коленях о помощи Божьей, о силе Божьей, зная, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И тогда Елисей говорит, «Я пойду вместе с тобою в Ерехон, ибо Господь посылает меня в Ерехон. И сказал Он, «Жив Господь и жива душа Твоя, не оставлю тебя». И пришли в Ерехон. И снова подошли сыны пророков, которые в Ерехоне говорит Слово Божие к Елисею, и сказали ему, «Знаешь ли, что сегодня Господь берет Господина Твоего и возносит Его над главою Твоею?» И сказал ему Илья. Эти молодые люди, как люди мира сего, постоянно наблюдают за нашей жизнью, за нашей церковью. Совсем недавно, вот несколько дней назад, у нас в Москве был консультативный совет руководителей протестантских церквей России. И мы подняли вопрос о праздновании субботнего дня в связи с тем, что в некоторых городах, в некоторых школах возникли трудности у родителей наших детей, которые не могут посещать по религиозным убеждениям школу в субботу. Тем более, когда необходимо сдавать экзамен, когда в школе ставят основные предметы, такие как физика, математика, по субботам, там возникают некоторые трудности. И мы сказали, что мы написали письмо в администрацию президента, и мы просим их, чтобы они поддержали нас. И вы знаете, каким это было переживанием для тех, для кого суббота не суббота, для кого суббота не заповедь Божия и не праздник. Они ведь поклоняются воскресенье, а мы открыто сказали, это для нас принцип. Так сказал Господь, и мы хотим исполнить волю Божию. И кто-то из баптистов сказал, о да, мы помним советские времена, ваши пасторы, ваши родители готовы были на самое серьезное наказание, принять самое серьезное порицание общественное, и штрафы, и другие наказания, только бы остаться верным Господу. Вы знаете, мы вам по-хорошему завидуем, насколько вы принципиальны и бескомпромиссны, когда вопрос касается воли Божьей и заповеди Божьей. А в наших церквах сегодня так много либерализма, и мы не знаем вообще, кто мы, баптисты или мы уже не баптисты. Вы знаете, это было для нас очень приятно. Но я подумал, многие из нас, мои друзья, в соотношении с самым великим идеалом и самым святым образцом и стандартом морали, который мы находим в Священном Писании, еще очень далеки от Господа, от Его воли Божьей. В нашем освящении, которое является делом всей нашей жизни, святым процессом обновления, мы обнаруживаем наши недостатки, мы обнаруживаем наши слабости, мы обнаруживаем наше нежелание молиться, когда надо молиться. Мы обнаруживаем нашу постоянную занятость и настолько вовлеченность в мирские, в светские дела, что у нас нет времени читать Библию, и мы понимаем, что мы опустошаемся изнутри, и что уже и Бога нет в нас, Бога, в Которого мы верим, Которому мы подражаем. Господь хочет, чтобы каждый из нас сегодня утром подумал о самом главном, о воле Божьей. Если Бог посылает меня, если Он допускает для меня это переживание на работе, или в учебе, или в отношении с друзьями, или даже в церкви, значит, Он хочет показать не недостатки моих друзей и моего окружения, не с той целью, чтобы я проклинал эту тьму и эти трудности и вопрошал Господи, почему Ты это допустил, а для того, чтобы я увидел себя, насколько я далек от Бога, насколько я нуждаюсь в Нем, и насколько я бессилен что-либо сделать без Него. Ибо Господь посылает меня в шестом тексте, говорит Илья Елисею, к Иордану, и сказал Он, жив Господь и жива душа Твоя, не оставлю Тебя, и пошли к Иордану. Вы знаете, Иордан можно перевести как доверие Богу, как испытание нашей веры. Они должны были перейти через Иордан, как однажды Израиль перешел через Иордан, когда армия Египта преследовала их, и слева и справа возвышались высокие скалы, впереди стоял только Иордан, и они поняли, назад дороги нет, направо и налево повернуть невозможно, только вперед, только вперед. Но как идти вперед без веры, без доверия? И посмотрите, что происходит дальше. 50 пророков, молодых людей, будущих студентов пророческой школы пришли, чтобы посмотреть. 7 текст говорит, «Пятьдесят человек из сынов пророческих пришли и стали вдали нас упротив их, и они оба стояли у Иордана, и взяв Илья милость свою, свернул и ударил ею по воде, и раступилась она туда и сюда, и перешли оба посуху». Друзья мои дорогие, когда жизнь становится клином, и ситуация становится неконтролируемой и безысходной, когда звучит похоронная музыка и процессия отправляется на кладбище. Вот именно так выглядит иногда наше христианство, умирающая жизнь, бесперспективная, не несущая никакой надежды и оптимизма. Господи, неужели Тебя нет в этой церкви, с этой церквью, во мне и для меня, чтобы повернуть это путешествие на кладбище к новой цели, к Твоему скорому пришествию. Господи, Ты сказал, что мы народ надежды, но где эта надежда, Господи? Она умирает. Посмотрите, например, Ильи и Елисея. Мы должны вопрошать, Господи, в чем воля Твоя? Мы хотим исполнить волю Твою, мы хотим следовать рекомендациям Слова Твоего, и мы хотим соответствовать высшим стандартам морали Твоей, а будущее предадим Тебе. Мы вверяем Тебе нашу жизнь, и Ты сделаешь так, чтобы Иордан раступился, и Ты позаботишься. И когда они перешли, Илья сказал Елисею, проси, что сделать Тебе прежде, нежели я буду взят от Тебя. Посмотрите, какой хороший пример учителя к студенту. Он спрашивает Его, что Тебе сделать? Иногда мы навязываем наши идеи другим людям. Иногда мы диктуем детям, друзьям, что есть воля Божья. Но Илья задает вопрос. Я хочу знать, что внутри. Чем живешь? Чем озадачен? Какая проблема? Говори. Когда человек молчит, никто не знает. Даже Богу нужны наши слова и наши мысли, чтобы нам в наших словах и обращении к Нему признать наши слабости и вопрошать о Его силе, чтобы мы сказали, Господи, наша воля в том, чтобы Ты вошел в нашу жизнь. Вот этого ждет Господь Бог. Илья спрашивает Елисея, скажи, в чем ты нуждаешься? И вы знаете, Елисей мог сказать, о, если бы я мог стать ректором всех вот этих семинарий в Галгале, в Вифиле и в Ерехоне, если бы ты мне дал авторитет, который у тебя есть в этих школах, знания, которыми ты обладаешь, богатством, которое у тебя есть. Мог он об этом его просить или нет? Конечно, мог. Теоретически мог. Но он о чем просит? Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Вот Дух Святой. Это то, в чем больше всего нуждается наша Церковь сегодня. Великое духовное пробуждение. В 1888 году церковь отвергла весть, и Господь закрыл свое лицо, чтобы отойти на время, говорит вестница Господня. Господь закрыл свое лицо, потому что церковь отвергла весть. Весть о Духе Святом, весть о праведности через веру, весть, которая может оживить и возродить церковь. И на многие годы церковь отправилась путешествовать по пустыне, как Израиль, в свое время, чтобы снова прийти к тому времени, когда она будет готова получить эту силу. Мои дорогие друзья, Господь может дать нам Дух Святой. Он может изменить нашу жизнь. Он может благословить нас. Проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя. Просите Господа о Духе Святом. И Он благословит вас. И сказал Елисей, Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал Он, Трудного ты просишь. Вы слышите? Это непростой путь позволить Господу и Духу Святому войти в мою жизнь. Это борьба с нашим эгоизмом. Это отказ от нашего религиозного опыта. Это готовность свою волю подчинить воле Божьей. Это борьба каждый день. Елена Вайт говорит, Доверяйте Господу вашу жизнь каждое утро нового дня. И Он совершит великое. И Он сотворит победу. И вдруг явилась колесница огненная, и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в ихре на небо. Стремлюсь к цели, говорит апостол Павел, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Вот вызов для каждого из нас. Он достиг нас. Он пришел с неба на землю. Достигли ли мы Его стандарта морали, нравственности, способными любить так, как Он любит, и прощать, как Он прощает. Сотворил ли Господь великое возрождение в моей церкви, в моей семье, в моей жизни? Если я не был в своем собственном Галгале и не признал свои грехи и не примирился с Богом, если я не посетил Вифиль и не убежден в том, что это Божья церковь, и с нами Бог, и Он поддерживает меня, если я не иду в Ерехон, даже если я там встречаю трудности, а Господь туда пошел, и Он посылает нас туда, я не способен подниматься, я остановился в своем духовном росте. И Господь ожидает сегодня нашего отклика. Он хочет помочь нам. Он хочет, чтобы наша красивая церковь со всеми институтами, которыми она обладает, и издательствами, и семинариями, и госпиталями, и молитвенными домами, была не просто красивым зданием, крепостью, чтобы произошло изменение изнутри. Содержание нашей духовной жизни на повестке должно быть другим. И это может сделать наш Господь Бог. Моисей Микеланджело закончил работу над статуей Моисея. Он посмотрел на это чудо, на это великое искусство, и воскликнул, почти как живой, почти как живой, такой кроткий и смиренный, как библейский Моисей. И он воскликнул на латыни, Одесса парла, Одесса парла, Одесса парла, что означает, теперь говори, только заговори, ты почти как живой, ты настоящий пророк Моисей. Да ныне статуя восхищает очень многих туристов, которые приходят, чтобы посмотреть оригинал Микеланджело. Но это всего-навсего камень, безжизненный камень. Именно в такой монумент может превратиться наша церковь. Красивая снаружи, почти как настоящая, но не живая, не обновленная. Апостол Павел говорит, христианство – это движение, это рост, это прогресс. Пусть Господь благословит каждого из нас. Не останавливаться в нашей духовной жизни на достигнутых рубежах, достигнутых целях, но простираться вперед, стремиться к цели, чтобы достичь Христа, как Христос достиг нас. Аминь. Помолимся, Господь. Дорогой наш Отец Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты обратил сегодня утром каждому из нас, за призыв к духовному пробуждению и возрастанию. Благодарим Тебя за этот пример Ильи и Елисея, за то, что они постоянно находились в движении, и это движение предопределялось Твоей святой воле. Помоги, Господи, чтобы каждый из нас сегодня был открыт для влияния Духа Святого, чтобы Ты показал мне и моим сестрам и братьям, где мы находимся по отношению к Тебе, чтобы Ты помог нам признать грехи наши, чтобы Ты помог нам принять Твое святое руководство в нашей жизни, не бояться трудностей и испытаний, доверять Тебе, подниматься все выше и выше в нашем освящении, и приближаться все ближе и ближе к Тебе, пока наконец Ты не придешь, чтобы взять нас к себе. Помоги, Господи, чтобы никто из нас не был потерян для Твоего Царствия. Молим во имя Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok